Всем приветик! Я домой готовить. Какой еще есть здесь такой интересный один заковырка, заколючка в Америке? Это купоны. Купоны даются в магазинах продуктовых, таких больших, как супермаркеты, гипермаркеты, на продукты. И кто за этим следит, кто в этом, ну, понимает, я не знаю, это, наверное, нужно родиться в этом, вырасти в этих купонах, кто умеет это делать. Потому что мы приехали, мы тут 7 лет, мы не можем этим пользоваться. Купоны, конечно, здесь не дают на большие сейлы, на большие, как бы, дискаунты, на доллар, доллар 50, на 50 центов, может быть, когда-то что-то, это нужно попасть на 3 доллара. Но если это все собирается, то можно действительно экономить на приличную сумму, кто в этом разбирается. Но это нужно сидеть, постоянно смотреть в эти купоны, потому что они имеют день, как бы, по которому не выходит срок годности у них. И есть люди, которые думают, что если они набрали купонов, и если они пошли взяли еды и всего этого по купонам, то они что-то, ну, сэкономили. А у самих, оказывается, уже столько всего этой еды сэкономленной, что им же некуда этого класть. Какая же это экономия? Если ты берешь кетчуп, хотя он тебе не нужен, но ты его берешь, потому что у него 1 доллар, там, дискаунт. Ты берешь вот эти полотенца кухонные, бумажные, потому что тебе дают доллар, хотя у тебя они есть, они тебе не нужны. И вот так это все накапливается, 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 и я не думаю, что это большая экономия, если ты начинаешь собирать ненужные вещи, все равно деньги тратятся по-любому. Мы этого не делаем, потому что мы, ну, не привыкли к этому. Единственное, в чем я люблю ходить на сейлы, на дискаунт, это вещи. Вещи и обувь. Если хорошая обувь, как я себе купила вот сапоги, итальянские, бандолина. Натуральные, кожаные, за 36 долларов, которые, наверное, стоили, наверное, 200-300, я считаю, что вот на этом я сэкономила. Если я беру, взяла себе ботинки Аги за 50 долларов, которые стоили 150, я считаю, что я на этом сэкономила, потому что я купила хорошую вещь, и я заплатила за нее меньшие деньги. Зачем мне тогда идти в магазин, допустим, фирменный магазин Агов, и брать вот эти ботинки за 150? Они мне не горят. Допустим, есть в чем ходить. Есть. Но все равно за 50 на сейлах я их беру. Вот все равно вот такая какая-то жилка надо взять, а вдруг не будет. А потом на следующий там сезон или на следующий год бывают другие, и могут быть даже дешевле. Но все равно вот эта жилка, хорошие деньги нужно брать. Нужно тебе или не нужно. Вот в одежде и в обуви, да, я возьму, я потрачу. Но вот в еде нет, потому что иногда сейлы на еду дают на ту, которую ты не ешь, или которая тебе не нужна. Зачем мне тогда этим заниматься? Вот так. У нас сегодня солнышко, снег, если вот там видно сбоку, снежок был. Ночью, ну такой небольшой, мы уже все почистили. Ноги. Так, щетки у меня скрипят. Ну и вот и все, я приехала домой. Всех вас была рада видеть. Всем вам хорошего дня, счастливого Рождества. Всего-всего хорошего в новом году. Спасибо, что смотрите. Ставим лайки, подписываемся на канал. Бай-бай.